Женя вам расскажет сечения, она в них хорошо разбирается. Да что ж, у меня мысли-то путаются. Это очень хорошо, что вы подсказали заранее. Тут есть некоторые особенности, к которым жизнь меня не готовила. Сейчас вы все узнаете. Друзья мои, сегодня шикарнейший день. Я здесь стою, просто дежурю, ко мне должны приехать окна. Ладно, не будем затягивать начало. Все, давайте, вперед, поехали. Как вы знаете, в этом году на Алтае были обильные снегопады. Мы связываем это с тем, что Денис как раз перед сезоном продал свой любимый снегоход. Но это также сыграло нам плюсом, потому что часть этих денег мы потратили на покупку пластиковых окон. Предвосхищая ваши вопросы, могу сказать, что они нам обошлись в 205 тысяч. Прежде чем начать остановку окна, мы должны подготовить оконный проем. Для этого мы демонтируем старое окно и подготавливаем оконный проем. Пойдемте. Убираем мусор и демонтируем старые окна. Я была удивлена, насколько крепко монтажная пена держит рамы. Сильная женщина, да? Очистить проем оказалось не так уж и сложно. За годы строительства что только не приклеивалось к этому подоконнику. Теперь все подметаем. Так как я сегодня веду выпуск, всю пыльную работу будет делать мой помощник. Так, сейчас надо подготовить окно для того, чтобы мы могли его уже устанавливать на место. Мне нужно убрать среднюю фрамулу. Для того, чтобы извлечь эту секцию, нужно отпустить металлический язычок вниз, и она легко выходит. Фрамулу и остальные стеклопакеты устанавливаем на заранее приготовленную постилку из пенополистирола. А вот, чтобы вынуть стеклопакет, придется немножко попотеть. Совет. Купите фирменную стамеску. Давай, говори, все, рама освобождена. Все, рама освобождена. Я так говорю. Я не знаю, как ты говоришь. У меня голос приятнее. Ну, в смысле? Нежнее. Ну, в смысле? Ой, все. Понятно. В этих рамах теперь нам нужно установить по три пластины, потому что мы устанавливаем наши окна в пеноблок, а пеноблок не лучшего качества. Поэтому по три пластины здесь, и сверлим по три отверстия сверху и снизу. Сверху это будут анкера с расширением, а снизу под углом мы закрутим глухарь. Женя вам расскажет сечение, она в них хорошо разбирается. Так, сейчас, чтобы вы понимали, мы используем вот такие саморезы с буром. Продаются они в любом магазине, который занимается пластиковыми окнами. И вот такими пластинами 150-ками. Пойдемте фиксировать. Пластины устанавливаются крайне просто. Смотрите, просто отступаем приблизительно сантиметров 9-10. И вот так их монтируем в сторону дома. Это важно. Одна посередине и одна внизу. Так, с нижней стороны окна удаляем подставочный профиль, он нам больше не нужен. Мы будем устанавливать вот на такие интересные 182-е анкера или глухари, или как хотите их называть. Для этого я сверлюсь через отверстия и сверлю их в сторону комнаты. Немножко буду с коском. Это будет внизу. Вверху же я буду сверлить ровно, потому что это будет устанавливаться в бетон. И мне совершенно без разницы. Ну, то есть перфоратор возьмем. А это у нас как раз верхняя часть окна. Она будет сверлиться ровно. Правильно, правильно. Это очень хорошо, что вы подсказали заранее, что их надо было ставить, не вставляя окно в проем. Сверху и по бокам будет по 2,5 см, снизу 4 см. Ровно под стойку ставим, ровно под стойку, друзья. Но, честно, мне с ними понравилось. И затягиваем. А теперь устанавливаем пакет в проем. Так, это выше, да, часть. Как бы это хоть и полностью конструкция монолитная, ну, то есть имеет общую концепцию, но на самом деле каждый отсек имеет свой уровень. И поэтому важно именно проверить уровень каждого момента и подтянуть свою стойку. То есть под каждым инпостом находится стойка, которая регулируется. Поэтому каждый раз, то есть каждый протягивая, я смотрю уровень. Прохожу сюда, здесь, здесь, здесь и везде вот так проходишь. То есть все, горизонт мы прошли, сделали расстояние 4 см, как по документам, для того, чтобы установить подоконник. И теперь я, проверяя горизонты, закручиваю верхние саморезы для того, чтобы зафиксировать вертикальность рамы. Идеалочка. Еще один момент, на который стоит обратить внимание. Если я сейчас начну подтягивать вот эту пластину, то она в конце зацепит с собой раму. Поэтому прежде чем ее тянуть, отогните ее как надо и потом уже подготовьте саморез. Я понимаю, что сейчас кажется, что вот эта штука, она нифига не надежная. На самом деле, очень многие вообще фиксируют рамы просто на монтажную пену. Мы дополнительно еще вот фиксируем на пластинке. Забиваем анкер 10 на 182 и подтягиваем его. Теперь нам надо все хорошо промочить, для того, чтобы была лучшая адгезия и лучше быстренько полимеризовалась наша пена. Как мне написали в комментариях. Спасибо вам большое. Поехали. Да, еще момент, ребят. Мы решили, что стеклопакеты мы будем вставлять позже по простой причине. Во-первых, нам будет удобнее обрезать пену. Во-вторых, пройти мастикой. В-третьих, оборвать весь пластик через такие проемы, чем мы это бы делали через стеклопакеты. Тем более, скоро мы будем вставить с вами окна на втором этаже. Поэтому стекло мы будем вставлять после того, как пропеним все это дело. Я там укралась! Никогда так не делайте. Не мусорьте, друзья. Сразу совет. Введите пенный шов в два слоя, чтобы не было свещей. Денис сначала проходил внутренний периметр, а через несколько минут внешний. Запенивание проемов – один из самых важных и ответственных моментов при установке окна. Ребята, ну вы даже не представляете, насколько я счастлив. Вам-то, конечно, пофигу. Посмотрели и забыли. А снаружи, знаешь, как клево смотрится? Чтобы вы понимали, у нас в квартире в городе два окна еще деревянных до сих пор. А тут уже все в пластике. Причем в неплохом. Ну я рад. Так, пока это все сохнет, мы давай разбирать второе окно. Ребята, вы извините, я сегодня вам буду просто показывать все, что я делаю, не конкретно по одному окну, потому что, ну, я же как бы не учу, как это делать, я просто рассказываю, что я делаю на своей стройке. Что-то же голос прорезался. Сразу наблюдение новичка. Друзья, когда вы будете выдергивать вот эти штапики, лучше всего использовать специальную стамеску, но если у вас нет, тогда хорошо подойдет мощный такой нож. Ну и у меня его не было, поэтому я использовал отвертку. Не лучший вариант, сразу скажу. Нужен хотя бы шпатель, но шпатель точно тонкий, поэтому нож – это самое то. Вот. И будьте аккуратны, потому что бывает неаккуратно. Если нет вот таких съемок, да, от фирмы, то лучше всего начинать с угла. И одевайте перчатки. Я вот сейчас одену. Просто мне в тех было неудобно, в тряпочных. Вот, я что-то такие нашел. Сейчас их одену, буду в них работать. Говорят, первый блинком. Но, по-моему, у нас получилось неплохо. Мы идем дальше, а вы еще раз посмотрите все этапы. Демонтаж старого окна и очистка оконного проема. Просверливаем отверстие вверху десяткой под анкер, внизу шестеркой под нагель. Навешиваем по три пластины с каждой стороны. Расстояние не менее 40 см и отступом от краев 13-15 см. Далее, подготовка рамы и установка ее на место. Следующий этап – выравнивание всех плоскостей по уровню и фиксация рамы в проем. Удачный кадр напомнить вам о том, что нагель устанавливаем под углом внутрь комнаты. Этап смачивания поверхности водой и запенивания окна. А теперь этап, о котором я еще не говорила. Мы срезаем монтажную пену и подготавливаем поверхность к обработке герметиком. Есть два способа пара и гидроизоляции пенного шва. Это пленка, что очень долго и нудно, и герметик, который мы и использовали. Снаружи идет паропроницаемая гидроизоляция, внутри пароизоляционная. Я думала, это будет дольше, но в принципе все легко и просто. Самый приятный момент в установке окон – это финальная сборка. Шестое окно за сегодня. Настроение отличное. После установки окна обязательно удаляем пленку, иначе через пару дней на солнце их уже не убрать. За вчерашний день мы с женой вдвоем установили шесть окон. Представляете? Следующий этап – мы теперь ставим окна, которые соединяются перемычкой. Это будет лестничный марш. Тут есть некоторые особенности, к которым жизнь меня не готовила. Сейчас вы все узнаете. Денис сейчас говорит о том, как мы намучились при соединении двух профилей. Профиля никак не хотели входить в пазы, а струбцин под рукой не было. Ребята, сейчас я вам все покажу. Это у нас низ профиля. Он будет соединяться, соответственно, с верхом профиля. Для того, чтобы это все соединить, у нас есть такой соединительный элемент, который называется кроватка. Вот он. Мы его будем набивать вот сюда. Чтобы нигде ничего не сифонило, нам нужно сюда проклеить специальную уплотнительную ленту. И лучше всего, когда проклеивается она в два ряда. Это оптимальный вариант. Тогда уже тепло будет идеально. И все это надо стянуть саморезом. Саморез устанавливается с таким шагом 13-15 сантиметров от края. И каждые 40 сантиметров по длине. Она еще и гофрированная. Отлично. Идем, 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 идем. То есть, короче, мы наклеили вот так, но мы наклеили неправильно. С какой позиции? У нее замок специальный. Если мы сейчас будем забивать, у нас помешает эта штука. Поэтому мы вот эту часть ставим сюда, так как мы уже забили. Наклеили. Наклеили, да. А с этой стороны мы наклеим внутрь база. И решим проблему. Все. Так, и подставляем сюда теперь вверх. Насильственным путем и с помощью танцев с бубнами через полчаса проблему эту мы решили. Но впереди у нас французское окно. Что делать? Может быть, вы нам подскажете? Не совсем стандартный, но фирменный демонтаж от Дениса и вновь очистка проемом. Ну а дальше все по старой схеме. Наклейка на стекле ТОП означает, что стеклопакет имеет напыление, которое не пропускает ультрафиолетовый свет. А соответственно, у вас не будет расти рассада на подоконниках. Учтите это. Уровень, фиксация, пена. Ну а герметик – это моя задача. Широкую, на широкую давай! Да все правильно ты делаешь. У меня аж голос прорезался. Ты прям не жалею, чемашь, и все хорошо будет. И этот, Жень, уголочек там промажь хорошенько, уголок. Во-во-во, все отлично! Друзья, таким образом, мы за вчерашний день, ну это правда, конечно, мы прям дурканули, мы поставили шесть окон, промазали внешки, но только на двух окнах. А сегодня домазали остальные окна за сегодняшний день, то есть 12 дня примерно, и до вечера мы установили вот это окно. С ним было тяжело на самом деле, а тяжело было с... Этот профиль кроватка, он, видимо, от другого профиля, я не знаю, но вставить один в другой было крайне тяжело. Но мы справились, просто я на окне выбрал небольшую четверть, подтесал просто, ну, ножом прошелся несколько раз, и кроватка эта стала входить нормально. В общем, так, но профиль тяжелый был, вот этот, он вроде из себя ничего такого не представляет, но вы видели на видео. А в конце самое тяжелое. Мы установили леса, и Денис поднимал тяжеленные стеклопакеты на второй этаж, проносил их по тонким досточкам и устанавливал в оконный проем. Вот это ювелирная работа. Хочу сказать, что видос, который вы сейчас посмотрели, это только начало. Ааа, сейчас вы меня будете ругать за непристегнутый ремень. Такой затравочный вариантик, чтобы просто вы меня покритиковали, может, похвалили, не знаю, за ту работу, которую я провел. Голос потихонечку возвращается, слава богу. Я крайне этому рад. Впереди у нас остались самые сложные моменты. Это два француза, они сложные, реально французы. Ну, друзья, простите, но у нас в городе такие дороги. И еще чердак. Вот это я прям не представляю, как поднять без тельфера. Вот эти трапециевидные окна в начале видоса вы помните, их таскали. Почему сам не таскал, сразу скажу, я бы и таскал бы сам, но просто бонусом компания, которая мне продала окна, они мне в подарок подарили доставку. Это крайне приятно. И еще мне подарили мастику тоже, как подарком. Это просто отдельное спасибо Денису Драга. Это человек, который представляет компанию, данную компанию в нашем городе. Ну, рекламу я не буду говорить, но вы сами все поймете. Если вдруг вам нужен качественный монтаж или хорошие окна, друзья, я вот здесь оставлю его телефон под описанием. Звоните, заказывайте. Я думаю, он... Ну, во всяком случае, мне он пошел на контакт, и во многом мне помог советами и прям приятно. Прям спасибо, Денис. Я очень рад был вас сегодня всех видеть, читать ваши комментарии сейчас я буду. Очень рад, что вы подписываетесь на канал, пишите. Кстати, скорее всего, следующий видосик будет с элементами пасеки, потому что мне надо сейчас ехать к пчелкам, поработать, и там будут хорошие кадры. Все, до скорых встреч, давайте, рад был всех видеть, пока, пока. Пока.